Всем привет! Меня зовут Юлия и сегодня на моем канале будет раскрыт очередной секрет. Секрет скульптурной живописи по созданию цветочка ириса. Этот цветочек просто в создании, поэтому смотрите, что будет дальше. Пробуйте, у вас все получится. Итак, сейчас я вам покажу, как же сделать ирис. Ирис я делала первый раз, уже для этого видео. Вот один ирисик я уже сделала, довольно-таки получился симпатичный. Никакой сложности в выполнении этого цветочка нет. Единственное, что нужно будет сделать тоненькой кисточкой вот такую вот интересную прорисовочку. Потому что ирис очень живописный цветочек. Сейчас подробно разберем, как же делать ирис. У меня два цвета штукатурки. Розовый, бледно-бледно-розовый, это старо-розовый. И слегка с желтинкой цвет. Мастихинчик нужно взять такой довольно-таки большого размера. Круглый носик, круглая пяточка. У меня это Китай. Номер какой не могу сказать, уже все стерлось. У него средняя степень жесткости, я не скажу, что он слишком мягкий, но не слишком жесткий. Здесь очень тонкие лепестки нам не нужны, поэтому особой разницы никакой нет, какой у вас будет мастихин, мягкий или жесткий. Набираем сначала на одну сторону мастихины. Сразу поправляем пальчиком, выравнивая лепесток, чтобы он шел ровненько. Выкладываем наш лепесток и убираем все лишнее. Теперь набираем на левую сторону мастихина. И выкладываем наш лепесток поверх уже готового лепестка. Протираем мастихин влажной салфеткой и аккуратно выравниваем. Убираем вишни и оставляем лепесточек немножечко просушиться. Тем временем мы делаем остальные лепестки. У нас верхних лепестков три. Поэтому мы продолжаем набирать. Мастихин влажные лепестки. получается мы наш цветочек будем располагать вот таким образом на панно то есть у нас будут видны вот этот передний листок и вот эти два боковых и тут вот между верхними лепесточками у нас есть еще вот такие вот маленькие то есть вот этот тот который нам виден сейчас его тоже нужно сделать я его сделаю немножечко такого поярче цель этого внутреннего лепестка я возьму цвет поярче набирать буду буквально на кончик можно поменьше мастики можно набирать также большим просто набираю на кончик снимаю убираю лишнее набираю на вторую сторону и снимаю рядышком также убираю лишнее потом я соединю их вместе чтобы наш цветочек был объемненький я на то место где у меня будет формироваться цветочек сделаю небольшую подложку вот здесь у меня будет верхний лепесток я сформировал небольшую подложку можно от любого цвета штукатурки потому что потом подложку не будет видно чистым мастихином аккуратно беру наш лепесточек сразу у лепесточка выгибаю серединку выгибаю серединку и поднимаю края вот таким вот образом так снимаю лепесток закрепляю его края делаю волныстыми при помощи кисти и воды хорошо выглаживаю наш лепесточек чтобы он был гладкий и красивый также кисточкой можно сделать волнистый край теперь укладываю лепестки вот эти боковые также чистым мастихином аккуратно снимаю с палитры лепесточек укладывать я его буду вот этой вот гладенькой стороной наружу снимаем придерживая руками сразу его изгибаем теперь выкладываем лепесточек вот этот который маленький нам его видно из двух половинок он состоит две половиночки соединяю снимаем с мастихином здесь лучше даже сделать подложечку небольшую подложку я сделала и теперь уже сверху укладываю этот лепесток далее выложу лепесточек еще один боковой все необходимо загладить водой и кистью и стараться сделать можно больше волнистый край и И так, по мокрой штукатурке. Вот так вот я беру, у меня такой желтенький цвет, это строительный колер. Очень сильно развожу его с водой. И вот буквально чуть-чуть, даже это уже много. Мокрой кистью с водой так вот добавляю цвета. Немного беру зеленку. Все, верхние лепестки пока мы оставляем. Когда мы сделаем уже нижние лепестки, мы тогда еще очень тонкой кисточкой добавим прожилочек. Для нижних лепестков, вот такого нижно-фиолетового цвета, нам понадобится один целый лепесток и две половинки. Вот здесь я расположу. Формируем их точно так же, как мы и формировали верхние лепесточки. То есть сначала мы набираем на одну и на другую сторону. Вместе делаем соединенный лепесток и потом просто на одну и на другую сторону. Добавляем две половиночки. Добавляем две половинки. Добавляем две половинки. Используем все заинный. Один сухой. Свront welt. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Сформировала я листочек целый и две половиночки Сейчас я буду перекладывать на наш цветочек Чистым мастихином Я сначала снимаю центральный лепесток Для того, чтобы мне его уложить Более объемно мне понадобится подложка Укладываем подложку И теперь сразу выгибаем лепесточек Кисточкой водичкой выглаживаем его Теперь уложим боковые листочки Сразу его необходимо подогнуть Закрепить и потом уже С помощью опять водички и кисти Добавил субтитры DimaTorzok Теперь, опять-таки, по-мокрому Мы ему придадим побольше цветности Для этого мне понадобится белая краска Вот такая зелененькая Фиолетовая я ее с помощью пигмента сделаю В белую добавлю сухого пигмента Вот такой желтенький Совсем чуть-чуть Кисть с водой Прям капельку И по-мокрому Мы слегка тонируем Почему по-мокрому? Потому что вот прям по-мокрой штукатурке Это как раз оно растечется И не будет вот этого эффекта Какой-то дорисовки То есть все будет С плавными переходами Так, теперь серединочка у нас Более светлая Мы здесь смешиваем белый Желтый, нужно немножко зеленого И также совсем вот Легкими движениями Такое вот водяное, барельное буквально Краска, видно Серединочка у нас здесь вот тут немножечко Такое идет как зелененькое Тоже слегка прорисовываем Когда подсохнет немножечко наш рисик С помощью тоненькой-тоненькой кисточки Мы вот этим фиолетовым цветом Сделаем небольшие прожилочки И сделаем еще вот такие вот Путиночки или штук И расскажу, как же я делала Вот такие вот мохнатенькие серединочки Сейчас будет шок-контент Использовала я прокладку Обычную прокладку Внутри которой есть целлюлоза Вот эту целлюлозу я достаю Добавляю сюда белой штукатурки И белой краски Белая краска Теперь добавлю белой штукатурки Небольшое количество Все это очень хорошо и тщательно Нужно перевешать Так, теперь острым носиком Немного краски Оранжевая И вот так вот сошкрябываю в кучку Вот эти вот ворсинки Как бы вырываю их Получается вот такое очень мохнатое Это аккуратно выкладываем В то место, где у нас должны быть Вот эти вот мохнатые пучиночки Добавляю в кучу Добавляю в кучу Аккуратно выкладываем в кучу Аккуратно выкладываем в кучу Носиком Выдергиваем в кучу Выдергиваем в кучу И они получаются очень мохнатенькие Добавляю в кучу достаточно поближе как это выглядит вот такие вот мохнатенькие серединочки очень реалистичны сейчас мы сделаем стебелечек стебелечек я буду делать из зеленой штукатурки вот таким образом набираю мастихин снимаю то есть делаю такой такой как полоской еще раз набираю и еще снимаю теперь вот это я буду соединять и катать из него колбаску на том чтобы мне проще это было сделать я буду использовать крахмал вот такая колбаска мы просто катаем той длины которой нам нужно ну а теперь укладываем так как нам нужно все я не уложила теперь опять кисть и вода мы все это хорошенько заглаживаем и закрепляем на ману Все, ей теперь немножко нужно подсохнуть. Ну, пока она будет сохнуть, мы можем сделать бутончик вот тут. Набираем сначала лепесток нежно-розового цвета. Снимаем его. Теперь набираем фиолетовый цвет, сиреневый. Укладываем в том месте, где у нас будет бутон, лепесток светлый сначала. Закрепляем его. И вот сюда, в середину этого бутона, делаем подложку. Ладую кистью хорошо выравниваем бутон. Теперь все это закрываем фиолетовым. Зеленой штукатуркой мы закрываем наш бутончик. Лепесточек нужно набрать потоньше. Бутончик Бутончик Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Теперь точно так же набираем на левую сторону мастихины Снимаем его и убираем все лишнее Далее эти лепесточки нам нужно выложить Сначала я выкладываю Один лепесток загибаю его так, как мне нужно Теперь сверху этого лепестка я выкладываю второй Добавляем и сгибаем так, как нам нужно Далее берем кисти воду и все вот эти вот границы, которые у нас были, все это хорошо разглаживаем После того, как мы нашли листок хорошенько разгладили, я беру у меня силиконовая кисть, вы можете брать мастихин, только там же делать очень аккуратненько На листочках риса есть такие как бы бороздочки И вот аккуратно по мокрому мы делаем эти бороздочки Далее опять берем кисть И сглаживаем, чтобы наши бороздочки не были очень явно выражены Все, листочек готов Субтитры сделал DimaTorzok